Здравствуйте, дорогие зрители! Я уже создала психологический совет для Даны, как пережить расставание, для Даши о том, как обозначивать границы в отношениях. А теперь хочу создать видеосовет и для Холостяка о том, стоит ли признаваться в измене. Он уже был у меня снят давно, ко мне обращалась девушка за советом, но тем не менее Холостяку этот совет тоже очень подходит. Надеюсь, вы посмотрите. Мне пришел вот такой вопрос. Я изменила мужу, а теперь мучаюсь, очень жалею о содеянном. И хочу признаться, но боюсь, что это разрушит наши отношения. Автор пожевала остаться неизвестным. Десятиклассница Нина Сверидова пишет. И не зря боитесь. К сожалению, мужчины очень часто не прощают измену, потому что существует такая дискриминация. Мужчинам разрешено изменять, а женщинам нет. Даже есть поговорка. Хорош тот ключ, который может открыть много замков. Но плох замок, который можно открыть множеством ключей. К сожалению. Вспомним даже те пресловутые гаремы. Один мужчина, и у него много женщин. Да даже проект Холостяк точно такой же. Мало кто знает, что был даже проект, где была одна холостячка и много мужчин. И мало кому вообще известно, что есть гаремы, где одна женщина и много мужчин. Настолько эта тема табуирована. Настолько эта дискриминация высока. И поэтому мужчинам считается унизительнее прощать измену, нежели женщинам. Я бы на вашем месте не спешила признаваться. Человек живет себе, радуется жизни, не знает. И тут вы как снег на голову информацией, которая будет его ранить. С точки зрения науки, я не имею права опираться на церковь. Но чисто по-человечески скажу вам религиозную фразу. Воспринимайте ее не как пропаганду, а как метафору. Звучит она так. Только Бог может судить при любодеянии. Потому что только Он знает, когда, как, где и с кем это было совершено. А главное, почему. Если вас мучает совесть, я бы порекомендовала вам записаться к психологу, поработать над чувством вины. Или же хотя бы сходить в церковь и покаяться. Не зря же в истории психологии изучают и историю религии. Потому что это очень смежные сферы деятельности. Церковь иногда выполняет психологическую функцию. К тому же батюшке можно записаться на консультацию, поговорить, открыть душу. Поэтому вот так. Если уж психолог вам не по карману, или вы боитесь чего-то, то хотя бы сходите к священнице. Гиппократ говорил, исчезнет причина, исчезнет и болезнь. Поэтому не стоит лечить симптомы. Нужно работать с причиной. С причиной, почему вы изменили. Значит, вас что-то не устраивало, вы хотели что-то убрать, или наоборот, что-то добавить в ваши отношения. Вот над этим нужно работать, чтобы впредь не совершать такой же ошибки. Это не значит, что нужно признаваться, что была совершена измена. Но нужно поговорить о том, чего вам в отношениях не хватает. Я же не знаю конкретно, что стало причиной вашей измены. Но скажу так обобщенно. Одной из причин, почему женщины изменяют своим мужьям, это нехватка внимания. Женщины хотят нравиться, хотят доставить ревновать, и поэтому изменяют. Но ничего хорошего с этого не получается. И так отношения надломлены, и тогда они просто заканчиваются. Это похоже, как маленькая девочка дразнит папу, выбрасывает с коляски пустушку, а папа все время ее поднимает, эту пустушку. Вроде как бы безобидная ситуация. Иногда женщины видят свою измену вот так. Они не понимают, что они просто разрушают свои собственные отношения, которые совсем не крепкие. Уже раз есть причина изменения. Поэтому мой совет не признаваться, а рассказать, что существует проблема. Вот поговорить со своим мужем, объясниться, взяться метафорически за руки и решить эту проблему. А когда уже ваши отношения окрепнут, когда вы все проблемы пройдете, ну хотя бы не все, я бы на смертном Андре не признавалась. Зачем делать человеку больно? Было то и было. Вот так. Согласны ли вы со мной или нет? Напишите в комментариях. Если вас что-то интересует и вы хотели мой ответ, напишите вопрос под этим видео или под любым другим. Если стесняетесь, в личку напишите. Я создам вам видео-ответ. Подписывайтесь, смотрите мои видео, будьте счастливы. До новых встреч!